Когда мы говорим про сценарий, в принципе, это инкорпорированная карта предполагаемой реальности, сознания ребенка. До определенного момента, в силу неразвитости дня картикальной системы и соответственного падания некоторых функций мышления, ребенок достраивает свою реальность из обрывков фраз, эмоциональных оценок окружающих, услышанных сказок. В общем, из всего того каламбура, происходящего вокруг, ребенок выбирает то, что предположительно создаст ему безопасность. Эмоциональное поглаживание и признание своим в стае. Признание своим в стае. В принципе, все его интересы до 12 лет. Когда более или менее доформируется не картикальная система, это не более как подражание, дающее ему признание в пространстве своего окружения. Борьба за доминирование, соответственно, безопасность. После 12 лет, то, что имело функцию подражания и любопытства, может перерасти в интересы и увлечения. Поэтому то, что было вложено до 12 лет, оно практически может перерасти в некую профессиональную дальнейшую деятельность, какие-то возможности развития себя в этом пространстве этого мира. Ну и с другой стороны, у любого сценария есть свои негативные последствия. Сценарий все-таки предполагает некую запрограммированность. И самое важное – уметь выходить из сценариев, которые были кем-то когда-либо предложены и внушенные, что будто бы они ваши. Вы должны быть сами режиссером своей жизни, сами быть ее актером, тем, кто планирует и играет свою жизнь, но не играет чьи-то желания и фантазии.